Лим отдаёт Беллидинов, Беллидинов может разобраться с защитниками, а я оооо, какой гол, какой гол, Беллидинов, звезда, я не боюсь этого слова, звезда сегодняшнего матча. Сегодня мы разберёмся, как же так получилось, что некогда один из самых талантливых игроков российского чемпионата с опытом выступления в английской премьер-лиге не может пройти просмотр даже в футбольном клубе Сочи. И вместо большого футбола он борется за кубок друзей Дениса Глушакова. Почти всё население посёлка сегодня здесь, в спорткомплексе. Диньяр Ринатович Беллидинов, заслуженный мастер спорта, чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, бронзовый призёр чемпионата Европы. Диньяр начал свой профессиональный путь с резкого взлёта в составе московского локомотива. В первом же полноценном сезоне футболист становится лучшим молодым игроком России и завоёвывает золотую медаль российской премьер-лиги. Уже в 22 года становится капитаном красно-зелёных и проводит отличный чемпионат Европы 2008 года, чем и привлекает внимание европейских клубов. Карьера игрока движется по восходящей, вместе с тем растёт слава, деньги и рекламные контракты. И мы становимся свидетелями стандартной ситуации у любого нашего футболиста, который начинает чувствовать на себе повышенное внимание и финансовый прирост. Игрок всё чаще появляется на вечеринках, в ночных клубах и на экранах развлекательных каналов. В этот самый момент у локомотива происходит игровой спад. Команда раз за разом теряет очки, а фанаты обвиняют капитана в снижении требований к себе и отсутствии желания выкладываться на поле. Всё это выливается в обоюдные колки и высказывания с обеих сторон. С каждым следующим матчем Деньяр сдавал, и ему было просто необходимо сменить обстановку. И английский Эвертон, увидев хорошую игру футболиста на чемпионате Европы, предлагает ему пятилетний контракт. Семья, друзья, всё здесь. Развлечения. И вдруг бамс, и надо переезжать в какое-то другое место. В новом для себя чемпионате Деньяр почти сразу включается в большую игру. Раздаёт результативные передачи, забивает несколько важных голов и признаётся лучшим игроком месяца в стане Ирисок. Но на этом его спортивные достижения закончились. Игрок заскучал по Москве, перестал попадать в состав и попросил отпустить его в Россию, о чем очень скоро пожалел. Ты же понимал, что это лучшая лига вообще для игры. Сейчас я понимаю, а тогда я... Сейчас я это понимаю, но тогда я этого не понимал, наверное, до конца, до глубины. Сейчас я понимаю, откуда. Надо было там любыми средствами оставаться. Деньяр подписывает контракт с московским «Спартаком». В наш чемпионат приехал 27-летний игрок в расцвете сил, который ещё недавно блистал на поле и был одной из главных надежд российского футбола. Все ждали, что вот-вот он вернётся на тот уровень, что и пять лет назад. Начнёт снова придумывать, отдавать и забивать. Но футболист был уже совсем не тот, что раньше. Тот бельвединов, которым мы когда-то восхищались, когда они с Сычом молодые ещё были и в локватии практически вели всю игру сегодня, уже такого бельвединого нет. Он проводит несколько невзрачных сезонов в составе красно-белых, успевая поиграть в аренде в Анжи и московском «Торпедо». Два года проводит в Рубине и один сезон в литовском клубе «Тракай». «А как тебя в Литву вообще кинули?» «Нападающего нет, у меня рассматривают как нападающего. Ну ладно, поеду. Приехал». Денияру, слишком небрежно распорядившемуся своим талантом, так и не удалось раскрыть свой футбольный потенциал даже наполовину. Позволив себе немного слабости однажды, он так и не смог наверстать упущенное. Но, Денияр, смотри, у вас 8 лет карьеры. Игровой карьеры. Ну активная, активная, когда в самом соку, когда вы всем нужны, всё можете. И какие друзья, какая родина. В локомотиве его от футбола отвлекли развлечения. В Англии тоска по дому и нежелание терпеть и работать. Футбол таких слабостей не прощает и уж тем более не даёт второго шанса. «Денияр по итогам четвёртого дня КФЛ вошёл у нас в символическую сборную дня. Напомню, два решающих мяча Денияра вывели СДК в 1-4 финала». «Ну хуже уже не будет». Игрок и до сих пор не объявил о завершении карьеры, однако уже давно пропал со всех футбольных радаров. Сейчас Денияру 34 года. Он занимается автомобильным бизнесом и уже вряд ли вернётся в большой футбол. А нам лишь остаётся сожалеть, что у одной из немногих надежд российского футбола так и не удалось показать, на что он действительно способен. «Я признаюсь вам, как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз». Друзья, так получилось, что мы были вынуждены создать новый канал и сейчас ведём его с нуля. Поэтому нам очень важна поддержка каждого из вас. Подписывайтесь на наш новый канал по ссылке в описании, либо в аннотации. Ставьте этому видео лайк и делитесь им с друзьями. Огромное спасибо всем за поддержку. Продолжение следует...